Здесь живут у нас вот голуби. Прямо над квартирой Дианы Соколовой дырявая крыша. Дожди давно размыли старый шифер. Столетний дом, по словам его жильцов, в последний раз ремонтировали еще до Великой Отечественной войны. Вот этот потолок я делаю два раза в год. Как сильный ливень, так промокло, побежало. Здание в историческом центре Калининграда и сегодня выглядит почти так же, как сто лет назад. Зато внутри гнилые коммуникации, растрескавшаяся кирпичная кладка и подвал, которые регулярно затапливают стоки из прохудившейся канализации. Последнее обследование дома было 5 октября 1981 года. И на эту дату износ дома составлял 59%. То есть, соответственно, спустя более 30 лет он в гораздо хуже состоянии. Жильцы дома терпеливо ждали, что власти обратят внимание на их старинный дом. Не дождавшись, пошли в администрацию Калининграда сами. Оказалось, что капитальный ремонт запланирован, но не раньше 2029 года. А рядом вот через угол, когда мы вселились, тут был пустырь. Вот этих домов с левой стороны Багратиона не было. Их построили где-то в 1975 году. Их уже ремонтируют. Как же составляли план ремонта? Очередность, объясняют чиновники, устанавливает специальная электронная программа. Критерия отбора – дата постройки дома. Однако после войны все дома довоенной постройки, которых после штурма Кёнигсберга в городе остались сотни, записывались как построенные в 1945 году. На выяснение подробностей времени не было. Дом на улице Багратиона по документам тоже построен в 1945, то есть на полвека младше своего настоящего возраста. И чтобы быстрее добиться капитального ремонта, жильцам по закону нужно провести экспертизу состояния здания за свой счет. Собственники жилья за счет своих средств должны нанять специализированную организацию, провести обследование дома на предмет его технического состояния и дальнейшей эксплуатации, после чего, получив данное заключение, они обращаются в органы местного самоуправления для внесения изменений в региональную программу. Если жильцы сделают все быстро, власти обещают отремонтировать здание уже в следующем году. Обследование и экспертиза 40-квартирного дома обойдутся в сумму около 20 тысяч рублей. Соседи не против скинуться, но пока не решили, стоит ли верить обещаниям чиновников.